Эл Чан Феденчаль, Испания, почему музыка поднимает нам настроение. Редакционная статья. Эл Чан Феденчаль, Испания. 17 ноября 2019 года. Ученые выяснили, почему некоторые песни невозможно выкинуть из головы. Проанализировав 80 тысяч аккордов из 745 песен, вышедших с 1958 по 1991 год, они, видимо, нашли ответ на этот вопрос, сочетание предсказуемости и неожиданности. Международная команда исследователей из Института когнитивных наук и наук о мозге имени Макса Планка, Германия, выяснила, в чем кроется секрет успеха песни. Ученые, опубликовавшие статью в научном журнале «Современная биология», Чурент Белый, использовали модель машинного обучения для количественной оценки уровня предсказуемости и неожиданности этих аккордов, а затем попросили 39 взрослых добровольцев оценить, насколько вышеупомянутые аккорды приносят им удовольствие. Ни слов, ни мелодий. Чтобы фоновые знания песни не мешали добровольцам в принятии решений, исследователи убрали из песен текст и мелодию. Поэтому участники эксперимента слышали только последовательность аккордов. Были использованы такие песни, или скорее их аккорды, как Чаунтрера от Джеймса Тейлора, речь, речь у ини группы УП-40 и оплоди, оплода группы Битлз. Удивительно, что люди могут испытывать удовольствие от мелодий только из-за того, в каком порядке стоят звуки, сообщает телеканалу CNN, CNN, Винсент Чунг. Винсент Чунг – исследователь из Института Макса Планка и один из авторов статьи. Вероятно, самые приятные для нас песни – те, в которых достигнут нужный баланс между предсказуемостью и неожиданностью, добавляет Винсент Чунг. Три активированные области По словам Винсента Чунга, человек постоянно пытается предугадать, что произойдет дальше, и с получением новой информации обновляет свои прогнозы. В музыке все происходит точно так же. При помощи сканирования мозга исследователи попытались понять, как имеющийся музыкальный опыт влияет на принятие решения. Они обнаружили, что при этом активизировались три области мозга – миндалевидное тело, слуховая кора и гиппокамп, которые ответственны за эмоции, обучение и запоминание, а также за обработку звуков. Ранее в научной литературе утверждалось, что в получении музыкального удовольствия участвует прилежащее ядро, которое в целом отвечает за вознаграждение тела в виде удовольствия. Ученые же из Института Макса Планка выяснили, что оно активировалось только в состоянии неуверенности. Прогнозирование тенденций понимания того, как именно музыка активирует нашу систему удовольствия в мозге, может объяснить, почему прослушивание музыки помогает нам, когда у нас плохое настроение, говорит Винсент Чунг. Кроме того, результаты этого исследования могут помочь улучшить искусственные музыкальные алгоритмы. Так, композиторы смогут лучше прогнозировать музыкальные предпочтения аудитории. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.